Виртуальный корабельный мостик, тренажер, имитирующий машинное отделение. Некоторые из будущих моряков проходят инструктаж по основным приборам и этапам, другие сразу начинают действовать. О том, что собственно происходит сегодня в стенах Морского государственного университета имени адмирала Невельского, лучше всего расскажет сам ректор вуза. Первый вузовский чемпионат по мастерству WorldSkills в морской сфере. Это очень важно для того, чтобы профессия моряков здесь, во Владивостоке, в морском городе и в Приморском крае, да и в нашей России была популярной среди молодежи. Вышеупомянутый WorldSkills – это особая международная организация, цель которой – популяризация тех или иных специальностей через проведение международных соревнований по всему миру. Конкретно во Владивостокской кузнице моряков состязания включают сразу несколько практических этапов. Но сначала теория. Кстати, среди десятков курсантов были замечены и девушки. К примеру, Маргарита – будущий судоводитель. И с теоретическим модулем она справилась быстрее всех. Не сложно, потому что я уверена в своих силах и знаниях. После теории девушка принялась выполнять упражнения на тренажере. Конкретно здесь имитируется мостик настоящего судна. И каждое решение здесь продиктовано реальными переменными. От ветра и погодных условий до крена судна и перевозимого на борту груза. Каждое конкурсное задание включает по четыре модуля. Здесь есть использование тренажеров. Здесь есть и теоретический вопрос. Прокладка судна на тренажере. Маневрирование судна – это касаемо судоводителей. Соревнования предусматривают испытания и для механиков самых разных направлений. Одни исследуют детали и гайки на предмет дефектов. Другие командно управляют целым машинным отделением. А в отдельной комнате – стратегическая карта целого судна. Со всеми насосами, датчиками и подсистемами. Один из самых трудных и интересных этапов профконкурса для будущих моряков является этап «Практический». Здесь, в этой лаборатории, ребята должны запустить, продиагностировать и привести в действие немецкий приводной дизель-генератор. Несмотря на разнообразие заданий, этот этап далеко не самый зрелищный. Как говорят организаторы, самое интересное впереди – имитация пожара на судне, эвакуация на шлюпках и многое, многое другое. Ну а итоги подведут уже в пятницу. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Новости на восьмом.